Ура! Дрожь земли! Спасибки заранее! А про имя-то я и забыла равно! Некоторые оговорки и ошибки переводчиков. И вот вам новая версия ролика про Дрожь земли. Дрожь земли вышла в 90-м году и при 11-миллионном бюджете собрала более 16-ти и не была сильно популярна в кинотеатрах и не много кого заинтересовала тогда. Однако фильм номинировался как лучшая научная фантастика на премию Сатурн. А со временем Дрожь земли стала хитом на видеокассетах и на показах по ТВ, где и заработала десятки миллионов. Да черт нас два! Рабочим названием для фильма была гробовая тишина и земные акулы, а уже позже решили остановиться на Дрожь земли. Они прячутся под землей. Продюсером фильма была Гейл Энн Хёрд, которая ранее была продюсером Терминаторов и купила сценарий Терминатора за 1 доллар. Черт, хвала господу! Режиссером первой части Дрожь земли был Рон Андервуд. Это был его режиссерский дебют в большом кино. До этого он только режиссировал ТВ-фильмы. Также позже он еще режиссировал фильм «Могучий Джо Янг» 1998 года, а также был режиссером суперпровальной научно-фантастической говен-медии под названием «Плутон Эш» 2002 года с Эдди Мёрфи. Сценаристом же Дрожь земли был Стивен Сетт Уилсон, который еще будет режиссировать вторую и четвертую часть Дрожь земли, а также Стивен Сетт Уилсон был одним из сценаристов классного стимпанк-фильма, который недооценен на Западе и провалился там под названием «Дикий-дикий Запад» с Уиллом Смитом. Эрнест Труст был композитором фильма «Дрожь земли» и написал несерьезную музыку к фильму, которая давала всему происходящему на экране шутейное настроение дешевого кантри-сериала. В итоге эту музыку почти не использовали и наняли композитора Роберта Фолка, который уже написал нормальный саундтрек к фильму. Композитор Роберт Фолк вам возможно известен тем, что написал главную тему и весь саундтрек к полицейской академии. Поначалу рейтинг у фильма «Дрожь земли» был для взрослых, но его решили все-таки понизить до PG-13, то есть детям до 13 лет. Там заменили матерные слова, подрезали некоторые сцены и в итоге получился фильм в стиле для подростков и детей. И этим этот фильм грандиозно окупился и стал успешным. В первоначальном сценарии фильма «Дрожь земли» было написано, что гробоиды еще умеют имитировать различные звуки животных и людей, но в фильме в итоге так это и не использовали нигде. Эти гробоиды, кстати, были придуманы на основе червей из фильма «Дюна» 1984 года, те черви обитали там, где Спайс. Эликсир расширяет границы жизни. А в костюме гробоида сидел Том Вудроф-младший, у которого был внутри костюма фонарик и рация, и ему давали команды, что делать и как двигаться. У Тому к этому моменту был уже огромный опыт по управлению чудовищами, сидя внутри их костюмов. Он играл тыквоголового, чужого во многих фильмах про чужих, носил костюм Горро в фильме «Мортал Комбат» и прочим. До сих пор Том Вудроф активно работает в отделе спецэффектов. Ну, наверное, у тебя возраст такой, с тебя везет. Поминутно теперь пройдемся по первой части «Дрожь земли». На 32.25 в «Дрожь земли» можно услышать крик умирающего хищника из второй части фильма «Хищник». Оба фильма вышли в один год, и этот звук использовали в обоих фильмах. Про все фильмы «Хищник» есть, кстати, плейлист на канале и ссылка в описании. Кто ты такой? А на 37.10 в «Дрожь земли» в переводе «Живого» он не перевел, что персонаж попал в яму, которая роет луговые собачки. Гаврилов и Горчаков также это не перевели и не поняли. Чёртова нора луговых собачек. Мелкие, сукины сыны. Чёрт, подкнулся. Чёрт, поверь, скользко. Чёрт возьми, они роют эти ямы. Чёртовы норы. Вот сукины дети. Нора этих чёртовых грызунов. Сукины дети. Далее в «Дрожь земли» на 40.30 переводчики не поняли, о чём говорили люди, которые провели много часов, находясь на скале. Не знаю, как у вас, а у меня полно дел. И у меня. И у меня. Там персонаж сказал, не у меня куча дел, а у меня есть дельца, о котором я должен позаботиться. И это значит, что он должен сходить по нужде. И также и остальные двое этого же захотели. Не хочу быть грубым, но у меня куча дел. У меня тоже. И у меня тоже. Можно даже услышать по звуку расстёгивающиеся ширинки и облегчению. Ни одна многоголоска это правильно не перевела, и только в одноголоске живов правильно всё перевёл. Я не хотел бы быть грубым, но мне очень нужно отлить, и мне тоже. Не хочу показаться грубым, но мне бы отойти. Мне тоже, и мне. Не хочу показаться грубым, но мне надо кое-что сделать. Мне тоже. Да и мне. Далее на 44.55 Жилов начал пороть от себя тяну и говорить варианты названия для этих существ из-под земли. Может быть, психонды? Или змеиное, да? Какие-то моменты в переводе у него были, видимо, написаны заранее, так как он их взял из того момента, который будет в будущем в фильме, где персонажи дают им название. А может быть, всё-таки психоиды? А? Точно. Послушай, а мне больше нравятся змеиноиды. Слезоиды. Змеоиды. Змеоиды назовём. Сокозоиды. Змеизоиды. Сосоиды. Пескоиды. Или от сосиды. Сосиды, сосиды, мне нравятся змеи с осой. А грабоидов Жилов назвал щипоидами. Хотя грэб – это схватить, а не ущипнуть. Ущипнуть – это пинч. Они же не пинчоиды. По-нашему, они, по сути, хватоиды, эти самые грабоиды. Щипоиды, точно, щипоиды. Хватоиды, это надо назвать. Слово «хватать». Хватозоиды. Точно. Спрутоиды. Точно, спрутоиды. Грабоиды. Точно, грабоиды. Грабоид. Ну да, грабоид. На 1.22.40 Жилов в своем переводе упустил то, что персонаж не просто хочет взорвать себя, а хочет, чтобы его схватили грабоиды и потом уже взорвать себя. Я возьму одну из этих штуковин, пойду туда, зажгу взрыватель и раздастся взрыв. Пойду прямо туда, подожгу биквордов шнур, пусть глотают. Выйду, подожгу запал и дам им себя схватить. А на 1.27.28 в переводе живого «эти грабоиды умнее нас», хотя на самом деле персонаж говорит, что они не умнее нас. Это сволочь умнее нас. Нет, он не может быть умнее нас. Этот ублюдок не умнее нас. Этот ублюдок не умнее нас. Также в Full HD разрешении можно увидеть девочку-дублершу, а не маленькую актрису Ариану Ричардс. У первой части фильма «Дрожь земли» были еще неинтересные удаленные сцены, а также альтернативное начало, где грабоид съедал лошадь. Там просто земля трясется, фермер с лошадью заходит в сарай, уходит, вот земля в это время трясется, и там потом он заходит, а лошади нет. Типа «Грабоид схавал лошадь». Теперь немного расскажу про актеров фильма «Дрожь земли». Кевин Норвуд Бейкон играл Валентайна МакКи в «Дрожь земли». Он играл только в первом фильме и ото всех последующих отказывался, потому что чувствовал, что подобные фильмы тянут его карьеру на дно. Однако он все же еще снялся в пилотном эпизоде сериала «Дрожь земли» 2017. Но тогда ТВ-компания не купила этот сериал, и этот пилотный эпизод так и нигде не выложился целиком. Но трейлер его все еще лежит в сети. А во время съемок первого фильма про «Дрожь земли» жена Кевина Бейкона была беременна, и он думал, что его карьера подходит к концу, раз он снимается в такой чуши про земляных червей. Это его очень бесило. Карьера Кевина Бейкона на «Дрожь земли» не закончилась, и он еще играл в криминальном трейлере «Спящие» 1996 года, классной научной фантастики, которая все же провалилась. И называлась она «Невидимка» 2000 года режиссера Пола Верховена, про который есть ролик на канале. Также еще Кевин играл в супергеройском «Люди Икс» злодея, а одним из первых его фильмов стал ужастик «Пятница 13» 1980 года, про все части которых будет ролик на канале, или уже есть. Это всего лишь сон. А первым фильмом для него стала студенческая комедия «Зверинец» 1978 года. Все, с кем я говорил, говорят, что Омега лучше всего. С 1988 года Кевин Бейкон женат на Кэрри Седжвик, и у них есть двое детей. А также с 1995 года Кевин Бейкон играет вместе со своим братом в группе «Бейкон Бразерс». Майкл Гросс играл Берта Гаммера в «Дрожжи земли». Он единственный актер, который играл во всех семи частях фильма «Дрожж земли» и еще и в сериале «Дрожж». В первой и во второй части «Дрожж земли» он был лишь второстепенным актером, а позже стал главным хедлайнером всей серии. Это еще не повод расслабляться. В США также он известен ролью в сериале «Семейные узы», в котором играл с 1982 по 1989 годы. Последний эпизод сериала как раз и сняли перед съемками фильма «Дрожж земли». И в сериале «Семейные узы» еще играл, кстати, Майкл Джей Фокс, который стал звездой фильмов «Назад в будущее». Как это клево. Также еще позже, в 1987 году, в сериале в парочке эпизодов снялась Кортни Кокс, которая станет звездой в сериале «Друзья». Мне пора. Ну иди. Майкл Гросс с 1984 года и до сих пор женат на Эльзи Бергерон. Кантри-музыкантка Рэба МакКентайр играла Хэзер Гаммер, жену Берта Гаммера в фильме «Дрожж земли». Больше ни в одной части ее не было. Но ее персонаж еще упоминался во второй и в шестой части фильма. Как у вас Хэггер? Ну она... Она гостит у сестры. Она сказала, что вместе нам трудно. Так где ты достал винтовку, Хэзер? Моя жена. Бывшая, Берт. Рэба МакКентайр еще известна на Западе ролью в сериале «Рэбе», который шел с 2000 по 2007. Все порядки, Берт. Да. Бывший боксер, ставший актером Фред Уорд, играл Эрла Басса в «Дрожж земли». Он еще стал главным во второй части фильма. И играл еще во многих фильмах на вторых ролях. Сыграл еще в пилотном эпизоде сериала «Дрожж земли» в 2017-го. И после этого больше он нигде не снимался. Похоже, закончил карьеру. А пилотный эпизод того сериала так и не был нигде выложен. Это тот пилотный эпизод, в котором играл еще Кевин Бейкон. Ступер сам, бич. Вот тупая тварь. Еще в первом фильме про «Дрожж земли» играла маленькая Ариана Ричардс, которая, известно, стала потом ролью в фильме «Парки русского периода». Она еще появилась и в третьей части «Дрожж земли», и во второй части фильма «Парки русского периода». И еще в парочке фильмов. Передай это от меня Джеку, когда он зайдет. Ладно. Спасибо. Ариана Ричардс уже давно не снимается, а занимается своей художественной галереей и много рисует. Про нее я немножко подробнее рассказал в ролике, что стало с актерами фильма «Парки русского периода». Есть ссылка в описании. И на 2020 год, кстати, из первой части «Дрожж земли» умерло уже достаточно несколько человек. Упомяну про них. Виктор Вонг играл продавца по имени Уолтер Ченг в первом «Дрожж земли». Виктор умер в 2001 году в 74 года от сердечного приступа. Он успел сняться в огромном количестве фильмов, среди которых «Большой переполох в маленьком Китае», про который есть ролик на канале. А также он играл в детских фильмах про трех ниньц. Про все части которых я рассказывал в детских фильмах. Есть ссылка в описании. Вы все очень храбрые ниндзя. Тони Дженаро играл Мигеля в первой и третьей части фильма «Дрожж земли». Он умер в 2014 году в возрасте 71 года. Он ведь пришел за тобой, Берт. Может, он в тебя влюбился? Мне бы сейчас мой пулемет, я бы ему такую любовь показал. Саншайн Паркер играл Эдгара в «Дрожж земли». Он умер в 99 году. Живым его персонажа можно увидеть в удаленной сцене начала фильма «Дрожж земли». Биби Бэш, игравшая Меган в «Дрожжи земли», умерла в 96-м. А Майкл Дэн Вагнер, игравший старого Фреда, умер в 93-м. Вторая часть «Дрожжи земли» вышла в 96-м году. И в ней поначалу должны были быть Кевин Бейкон и Рэба МакКентайр. Но у Рэбы были концерты и тур по миру. Рэба! А Кевин Бейкон выбрал съемки в фильме «Аполлон 13». Из-за этого бюджет второй части с первоначальных 17 миллионов урезали до 4 миллионов. Более того, вторая часть «Дрожжи земли» вышла сразу на видео, минуя кинотеатры. Вкус, как у туалетной бумаги. Ару, ты ее и жуешь. А доказательством тому, что в сценарии был написан персонаж Кевина Бейкона, служит то, что во второй части «Дрожжи земли» играет в камень-ножницы-бумага, как и в первой части с персонажем Кевина Бейкона. Камень и рвет сеть! Да. Главным актером второй части «Дрожжи земли» стал Фред Уорд, игравший в первой части. Думаю, он неплохо устраивался. Режиссером второй части «Дрожжи земли» стал Стивен Сетт Уилсон, который ранее написал сценарий к первой части фильма «Дрожжи земли». Также позже он еще будет режиссировать и четвертую часть «Дрожжи земли». Так как бюджет второй части «Дрожжи земли» был достаточно малый, то режиссер Стивен Сетт Уилсон согласился режиссировать бесплатно для начала, но просто согласился режиссировать за процент с продаж на видеокассетах. Вторая часть «Дрожжи земли» была снята еще в апреле 1994 года, а вышла только в апреле 1996, потому что тестовой аудитории понравился фильм, и студия планировала и раздумывала пустить фильм в кинотеатрах. Но в итоге, проебавшись два года, они выпустили его сразу на видео. Только буквально в нескольких кинотеатрах, по слухам, фильм выходил на короткий промежуток. Это койот? Да. Во второй части идет эволюция гробоидов в шрикеров, то есть крикунов. Черт, ему бы потише. Да. И во второй части сказали, что гробоиды были на земле еще до динозавров. Ископаемые остатки гробоида. Это самые древние жители нашей планеты. Древнее динозавров? Еще бы. А у шрикеров есть тепловой датчик, который позволяет им видеть, как у хищника. Поднимается эта штука. Похожий тепловой датчик. Также у второй части «Дрожжи земли» уже начали использовать компьютерную графику. Ну меня-то этим из седла не вышибешь. Третье «Дрожжание земли» вышло в 2001 году, также сразу на видеокассетах и DVD, как и все части «Дрожжи земли», кроме первой. В этой части Фреда Уорта и в второй части в главной роли заменил Майкл Гросс. И с этой части он уже станет главой всей серии «Дрожжи земли». Уже 11 лет прошло. Это еще не повод расслабляться. Также в этой части вернулась уже подросшая актриса из первой части Ариана Ричардс, для которой этот фильм стал предпоследним, в котором она появилась, до того, как бросить свою кинокарьеру и заняться рисованием. В третьей части «Дрожжи земли» вновь эволюция. Из шрикеров-крикунов гробоиды превращаются теперь в жопа бластеров. Они что, все время мутируют, как вирус? Этот засранец тоже чувствует тепло. Режиссером и тем, кто написал историю к «Третьей дрожжи земли» был Брент Мэддок. Это стало его единственной режиссерской работой. Он до этого еще писал сценарий к различным фильмам. На 6.27 в «Дрожжи земли 3» можно слева снизу увидеть надпись «Забудьте про собаку, берегитесь гробоидов». В фильме «Эволюцию гробоидов» из шрикеров-крикунов называют «реактивные задницы» или «жопа бластеры», а в сериале их называли «ракета зады». Мы их обнаружили, так? Значит, надо их назвать «реактивные задницы». Так лучше, да? Звучит как порнофильм. Откуда взялся ракета зад? В долине завелся ракета зад. Готовилась также и игра по третьей части фильма «Дрожжи земли», но в итоге, проделав кучу работы, игра была полностью отменена. В 2003 году выходил сериал «Дрожж», у которого вышло 13 эпизодов, после чего сериал был закрыт. В сериале должны были поизначально появиться Кевин Бейкон и Фред Уорд из первой «Дрожжи земли», но этого так и не случилось. Что здесь происходит, черт возьми? Первый эпизод про гробоидов, а во втором эпизоде было уже совсем про другое, про привидений каких-то. Оно возвращается. Но дальше всё-таки сериал вновь вернулся к гробоидам-шрикерам и ракетам задам. В фантастическом телесериале «Дрожж». Также в сериале были представлены новые монстры в нескольких эпизодах. А в третьем эпизоде «Дрожжи» даже появился актёр Кристофер Ллойд, известный ролью Дока Брауна в фильмах «Назад будущее». Кажется, я это припоминаю. А также Брэндском Ричмонд, сыгравший индейца в фильме «Харли Дэвидсон» и «Ковбой Мальборо», про который есть, кстати, отдельный ролик на канале. Он не ковбой, он скорее похож на смазливого мальчика из этих, знаешь. Актриса Марсия Страсман, сыгравшая в сериале, умерла в 66 лет от рака груди в 2014 году. Она ещё играла мамашу в фильме «Дорогая, я уменьшил детей», про который, кстати, тоже есть ролик на канале, и ссылка в описании. Позвольте показать, видите шрам? Да, да, вижу. Сериал «Дрожжи» — яркий пример тех самых сериалов, из-за которых я и не люблю смотреть сериалы. Всё там то же самое, что и в фильме, просто размазано это, как куча соплей на кучу эпизодов. Ничего интересного в сериалах нет, ничего нового он не приносит. Всё это мы уже видели. Этот сериал — один из тех, которых домохозяйки включают просто во время того, как они моют посуду, либо учат с детьми уроки. Четвёртые «Дрожжевые земляки» вышла в 2004 году. В этой части всё то же самое, что и в прошлых, и чтобы хоть как-то разнообразить что-то в фильме, действия перенесли в времена Дикого Запада. И актёр Майкл Гросс играет своего предка, который также сражался с гробоидами. Эту часть можно считать приквелом «Первые дрожжи земли». В год выхода фильма вышла ещё и флеш-игра «Земляные драконы» по четвёртой части фильма «Дрожж земли». Земляными драконами называли гробоидов в четвёртой части. Действия четвёртой части происходят в городе под названием «Отвергнутые». Но в многоголоске у нас переводят город как «Отбросы». И дальше в многоголоске говорят «Пирог с инжиром», хотя на самом деле там не инжир, а имбирь. Также в четвёртой части сыграл заметную роль актёр Билли Драга. Он умер в 2019 году в 73 года от отсложнений после инсульта. «Ты бы лучше держал свой револьвер на привязи, если, конечно, не хочешь на углях в аду кувыркаться». Действия четвёртой части «Дрожж земли» происходят за сто лет до действий в первой части фильма «Дрожж земли». И причина, по которой никому неизвестны были эти гробоиды за сто лет, это то, что участники, с которыми произошли события сто лет назад, договорились никому не рассказывать об этих событиях. «Мы договоримся никогда никому не говорить о земляных драконах». Пятая часть «Дрожжа земли» вышла сразу на канале Сайфай, минуя кинотеатры. И фильм вышел спустя 25 лет после первой части, в 2015 году. Начинается он как ТВ-шоу про выживание, в стиле выживания с Беером Грилзом. «Всё это переварено только частично, тоже пригодно для питья». «Только я способен научить вас выживанию в сложной ситуации». И даже на 48-й минуте Берт Гаммер, стараясь выжить, пьёт свою урину. Как это делал неоднократно Беер Грилл с своей передачи. Съёмки пятой части «Дрожжа» происходили в Южной Африке. И в этой части уже заметно визуальное улучшение и превосходство над прошлыми частями. Всё-таки прошло аж 25 лет, и графический фильм выглядит, конечно, гораздо лучше, чем предыдущие. Монстры, например, выглядят гораздо реалистичнее. Кевин Бейкон рассматривался на возможность появления в пятой части «Дрожжа Земли», но в итоге отказался. И напарником Берта Гаммера в этой части стал актёр Джейми Кеннеди, известный по ролям в фильмах «Крик», а также по главной роли в фильме «Сын Маски» 2005 года, которая была суперпровальной, и Джейми сказал, что снимался только ради огромных денег, которые он получил за эту роль. Последние 10 лет я провёл в глубоком дерьме. Персонаж Джейми Кеннеди, кстати, в «Дрожжа Земли 5» оказывается является сыном Берта Гаммера. Режиссёром пятой части «Дрожжа Земли» был Дон Майкл Пол, который до своей режиссуры «Дрожжа Земли» не смотрел ни одну эту часть, но позже его Майкл Гросс всё-таки заставил посмотреть все части этих фильмов. Дон Майкл Пол в итоге ещё режиссировал и шестую часть «Дрожжа Земли», и седьмую, которая выйдет в октябре 2020-го. Также Дон Майкл Пол ещё режиссировал различные продолжения фильмов, которые выходили сразу на видео, типа «Детсадовский полицейский 2» с Дольфом Лундгреном, который является продолжением «Детсадовского полицейского 90-го года» со Шварцем. У мальчиков пенис, а у девочек в одино. Спасибо, Пучту. А также Дон Майкл Пол является сценаристом офигеннейшего недооценённого фильма на Западе, который провалился, но который, тем не менее, один из самых офигеннейших мужских фильмов, и называется он «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо». Про него я делал отдельный ролик, есть ссылка в описании. Под заголовок пятой части «Дрожь земли» Сергей Супонев перевёл бы как «кровоподтёки», потому что он слово «бладлайнс», что переводится как «кровное родство», делил на два слова, как «блад», «кровь» и «лайнс» линии. «Дрожь земли 5. Кровное родство». «Кастельвания. Бладлайнс». Это название звучит по-английски чуть менее ужасно, чем по-русски. «Кровоподтёки». В 2018 году сняли пилотный эпизод сериала «Дрожь земли» в главной роли с Ковеном Бейконом, и также там ещё был и Фред Уорд, которого всё-таки в трейлере не видно. Снимали этот пилотный эпизод для телеканала, который в итоге решил не покупать этот пилотный эпизод и весь сериал в целом. В итоге так этот пилотный эпизод лежит у них где-то там на складе, рядом с какашками, и по нему доступен только лишь маленький, буквально двухминутный трейлер. Пилотный не залитисовал продюсеров этого телеканала, и они не купили целиком этот сериал. И пилотку мы даже не можем посмотреть теперь. «Дрожь земли 6» 2018 года в оригинале имеет подзаголовок «Холодный день в аду». Фильм выходил сразу на видео и показывался в сети Netflix. Как и в пятой части, здесь всё так же играют Майкл Гросс и Джейми Кеннеди. А из нового тут было только то, что здесь сын спасает отца от вируса гробоида, и здесь ещё появилась дочь персонажа Кевина Бэйкона из первой части «Дрожь земли». «Папа был прав, вы герой». «Приять ему от меня». «Он сам приедет, если захочет». Больше ничего эдакого не было. Всё уже мы видели много раз. В этой части даже нет сисястой актрисы, как это было в пятой части и будет в седьмой. «Так где ты достал винтовку?» На 1.40 в шестой «Дрожь земли» была ошибка в многоголоске. Там сказали «Старая мерзлота» вместо «Вечная мерзлота». «Какой грубый лёд». «Поэтому его называют «Старая мерзлота». «Это вечная мерзлота, дружок». Также в шестой «Дрожь земли» в начале видно, что вместо снега на самом деле был песок и актёры ходили в зимних куртках в жару в Южной Африке. Седьмая часть «Дрожь земли» имеет подзаголовок «Остров шрикеров», то есть крикунов. И должна выйти эта часть в конце октября 2020. В главной роли всё так же Майкл Гросс. А вот Джейми Кеннеди тут уже нет. Видимо, не дали столько денег, сколько он запросил за роль. Или он всё же был занят. Джейми Кеннеди, судя по трейлеру, тут заменил уже Джон Хиддер. А съёмки седьмой части «Дрожжей» проходили в Таиланде. Если кому интересно узнать, что нового в Mi Band 5, то есть ссылка в описании. Я сравнил Mi Band 5 с 4 и предыдущим немножко. Ссылка есть на ролик этот в описании. А я хочу сказать всем огромнейшее спасибо, кто поддержит меня на сервисе Patreon и в спонсорах на YouTube. И это именно Иво Виес, Кирилл Кусанаги, Сергей Чернов, Сергей Миняйлов, Джанки. Также спонсору огромное спасибо Лоре Лорину, а также Виталию Снегирёву. Ещё раз огромное спасибо всем спонсорам на YouTube, которые поддерживают меня и всем патронам на Patreon. Не смотрел доспехи бога и дрожь земли. Ура! Дрожь земли. Спасибки заранее. А про имя-то я и забыла равно. Да, спасибо, Екатерина. Ну вот, человек, который донатил в основном на Дрожь земли. По-моему, даже всегда, наверное, донатил на Дрожь земли. Ну и вот про Дрожь земли и будет. Так, режиссёром первой Дрожь земли был Рон Андервуд. Ладно, по минуту теперь. Бренд Мэддок. Режиссёром и написавшим историю к третьей Дрожь земли... Режиссёром и написавшим историю к третьей Дрожь земли... Блять! К третьей Дрожь земли... Ну что такое? Вот козявка вот здесь, которую я не могу убрать. Ощущение такое. Наверное, волосок у носу щекочет. Брейте ноздри. А спонсор сегодняшнего выпуска... Ноздрябрейка. Ноздрябрейка 3000. Покупайте по ссылке в описании. Используйте промокод Еблан, чтобы у вас заказ обхаркали. Самые ссаные майки по завышенным ценам на сайте ссаныемайки.ру. Используй промокод Еблан, чтобы твой заказ обхаркали. Ссаные майки с хуёвыми принтами. Только на сайте ссаныемайки с хуёвыми принтерами. Ой, принтерами. Принтами. Вот. Да, кстати, а на очереди переделываю про пятницу 13-ю. Пересмотрю всё. Будет всё в Full HD. Нарежу, сравню переводы, если там будет чё. И будет офигеннейший новый высококачественный ролик по пятнице 13-е. . Продолжение следует...